Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналах. Уже сказал в комментариях прошлой публикации, что хочу проверить, что говорят другие известные пророки о приходе белого всадника. Напомню суть, в трёх своих последних публикациях я рассказал об удивительных пророчествах известного советского писателя и учёного Ивана Ефремова, и особенно выделил одно его пророчество. Что, видимо, в 20-х годах 21 века в России появится новый лидер – белый всадник, который вначале Россию, а потом и весь мир, приведёт к эре великого процветания. Первой ноосферной эре – эре мирового воссоединения – ЭМВ. Также я рассказал, каким образом Ивану Ефремову удалось сделать такие удивительные пророчества. Я рассказал о технике гипнотической прогрессии, которая сейчас уже признана наукой и активно изучается. Здесь добавлю, но в СССР об этом, понятно, было просто драконовски запрещено писать. И думаю, понятно почему. Однако и в Российской Федерации ситуация ненамного лучше. И об этом я скажу впервые. Дело в том, что Русская Православная Церковь, РПЦ, тоже категорически запрещает применять эту методику. Почему? С позиции РПЦ это считается прелестью, то есть прельщением демонами. Вернее, в православной терминологии – бесами. Ну а сейчас у нас, как выражаются Путин, Гунгяев и Ижи с ними, православие – это духовная скрепа. Ну и как же о такой бесовщине можно писать и рассказывать? В индуизме и буддизме это никогда никакой бесовщиной не считалось и применяется уже тысячи лет. Не буду здесь повторяться, кого это заинтересовало, просто гляньте предыдущие публикации. Скажу только, что в индуизме и буддизме это называется медитацией, а в современной науке – гипнотической регрессией и гипнотической прогрессией. Суть. Под глубоким гипнозом можно вспомнить абсолютно всё. Даже то, как ты был ещё эмбрионом в чреве матери. Это не галлюцинация, а адекватное воспоминание. Но это не всё. Можно вспомнить и свои прежние жизни. Именно это и называется сегодня в науке гипнотическая регрессия. Вторая часть этой психотехники. Она позволяет видеть не только прошлое, но и будущее. В том числе и свои будущие жизни. Именно это в современной науке называется гипнотическая прогрессия. И Иван Ефремов подчеркнул в своих произведениях, что наука будущего должна сильно измениться. А именно она на равных с современным аналитическим методом познания через расчёт и эксперимент должна признать и начать применять интроспективный метод через медитацию. И по всему Иван Ефремов и сам превосходно умел медитировать. И именно здесь видим секрет его удивительных пророчеств. И понятно, об этой психотехнике знали не только специалисты. Но и в ВКПБ, КПСС тоже. И хотя они её объявляли лженаучным мракобесием, на деле, тем не менее, они всегда её использовали. А именно этой методикой превосходно владел Вольф Мессинг. И я обещал рассказать об этом удивительном человеке больше. И вот начал проработку этого вопроса. И представьте себе сразу, наткнулся на ролик, что Мессинг однажды предсказал, что в 2023 году в России появится новый сильный лидер. И он ни больше, ни меньше сделает Россию страной мечты. Напоминаю, об этом можно детально посмотреть в моём предыдущем ролике на Дзен и в моей текстовой версии этой публикации на 911. Ссылки будут под роликом. Понятно, я отнёсся к этой публикации сдержанно. И думаю, вообще не стал бы её публиковать. Если бы она так вовремя не совпала с пророчеством Ивана Ефремова о приходе Белого Всадника. Ну и понятно, у меня тогда же сразу возникла мысль посмотреть, что говорят о Белом Всаднике другие пророки. Понятно, известные и зарекомендовавшиеся пророки, чьи предсказания действительно сбывались. И я решил начать с известной болгарской прорицей, Ван Геф. Она жива в материалистической стране, и поэтому ей здесь понятно больше веры. И вот, что я практически сразу нарыл, причём далеко не в одном источнике. Вот, кстати, как выглядела. Это знаменитая слепая болгарская прорицейльница. Кстати, здесь, думаю, будет не лишним сказать, что РПЦ уже успела официально объявить Вангу слугой сатаны и порадоваться тому, что времена Святой Инквизиции таки ещё не вернулись окончательно. И, наверное, это неудивительно. Приход Белого Всадника означает конец и для Русской Православной Церкви. И я от всей души добавлю, и туда ей, и дорога, как и всей христианской религии в целом. Но не будем отвлекаться, вернёмся к указанному пророчеству Ванги. Ванга, оказывается, ещё в 1996 году утверждала, что в России объявится человек, который принесёт новое учение. Но это учение древнее. Это учение вернёт Россию к социализму, но в новом виде. Оно будет основано в духовных и природных законах. Это учение быстро затмит все другие религии и идеологии в мире. И со временем это приведёт к тому, что Россия станет единственной страной на всей планете. Она, в отличие от Мессинка, правда, не сказала, когда это произойдёт, но подчеркнула, что произойдёт совсем скоро. Вот фрагмент одного из роликов об этом. Это фрагмент ролика с канала Макалиста. Пророчество Ванги. Ванга предсказывала о разных вещах. Про Россию она сказала ещё в 1996 году. Она говорила, что в России объявится человек, он принесёт новое учение, но это учение древнее. Вследствие этого всё остальное религии исчезнут с лица земли. А новая религия будет рассказывать о порядке и мире. Россия вернётся к социализму, но в новой реформе. Он будет основан исключительно в духовных и природных законах. Никто не оставит нашу державу. И даже в 30-х годах нынешнего века Америка признает всю силу и мощь нашей страны. Наша страна же со временем станет единственной на всей планете. А название ей будет Русь. Изменится практически весь уклад жизни населения. Люди научатся жить в мире, а конфликтов будет крайне мало. Несмотря на то, что Ванга не жила в России, она всё равно увидела, что через время наша Родина использует весь свой потенциал. И произойдёт это совсем скоро. Вот такой вот поворот. Предсказание тоже полностью совпадает с пророчеством Ивана Ефремова о приходе белого всадника и наступлении первой ноосферной эры. Лично меня здесь больше всего заинтересовало, что она не сказала точные временные рамки, как и Иван Ефремов. Впрочем, в прошлой публикации я уже сказал, что сдержан. Отнёсся к информации, что это произойдёт в 2023 году. Видимо, это всё же сделано, как сейчас говорят, для хайпа. Но сделано это не на пустом месте. Напоминаю, наследие Ивана Ефремова я изучаю уже 40 лет. И я ему верю. И думаю, что речь здесь идёт о 20-х годах, 21-го века, ну или, возможно, о начале 30-х годов. Мне также попадались публикации, которые опять утверждают, что белый всадник – это Путин. Но я также уже сказал, что во что, во что, вот в это, не верю ни на грушу. И объяснил почему. Повторюсь, Путин откровенно малообразованный и недалёкий человек. И на роль нового духовного великого учителя человечества не тянет и близко. И думаю, здесь ещё нужно пояснить. Меня в предсказании Иванки особенно заинтересовало, что учение белого всадника – это новое и древнее учение одновременно. Уже говорил, сколько лет я изучаю наследие Ивана Ефремова. И уже говорил, что это наследие не только его, и не столько его, сколько Роберта Бартини. Ссылка на мой подробный документальный фильм о Роберте Бартини будет под роликом. Но сейчас хочу добавить сказанному ещё кое-что. Артор концепции тайного общества диск – не Роберт Бартини. Он только несколько дополнил её. Я согласен с супругами Бусиновскими. Думаю, что до Бартини, центра диска, находился в Англии, и им руководил Герберт Уэллс. С этим сложно не согласиться тому, кто читал его роман «Люди как боги». Дело в том, что туманность Андромеды Ивана Ефремова – это калька с «Люди как боги». Совпадают даже хронорамки – развитие цивилизации Земли у Ефремова и развитие цивилизации утопии у Уэллса. Но из этого не следует, что данную концепцию придумал и Уэллс. Она действительно древняя. И очень древняя. Я однажды пришёл к выводу, что её автор – Кермис Трисмегист. И не я один, кстати. Мою догадку однажды подтвердил ученик Ефремов. Его иногда называют «Украинский Ефремов» – Олесь Бердник. В романах «Звёздный корсар» и «Камертон Дашбога». Вот, кстати, как выглядел Олесь Бердник. И, надеюсь, мы об этом детально поговорим в своё время. Ну и понятно это объясняет, почему Ванга сказала, что учение новое и древнее одновременно. И к тому же придаёт дополнительную достоверность её словам. Думаю также, что в указанную концепцию уже внёс много нового и указанный Белый Задник. Наука всё же все эти века и тысячелетия не стояла на месте. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите и читайте другие мои публикации. Поддерживайте канал Донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под публикацией. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok